Друзья, привет! Сейчас я на очередном нашем объекте, на котором мы укладываем цементно-песчаную черепицу. Хочу вам сделать небольшой обзор, показать, какие работы мы уже выполнили и какие работы нам еще предстоит выполнить. Сейчас вот у нас идет вот такая вот укладка цементно-песчаной черепицы наверху. Укладываем ее вот таким вот способом. Подкладываем. Просто ее делаем, как бы укладываем друг на дружку, не закручиваем саморезы, не забиваем гвозди, потому что у нас уклон небольшой, 25 градусов. Поэтому можно ее не крепить. Крепить необходимо только у нас в карнизовом свесе, в яндове, ну и в коньке. Просто берем вот так вот, укладываем ее. С этой стороны у нас вот такая вот кукушка. Обратите внимание на яндову. Яндову это у нас внутренний угол, который образует две плоскости. Вот здесь вот у нас две яндовы. Специально делаем учащенную обрешетку. Вообще обрешетка у нас здесь не брусок 50 на 50, а доска 100 на 50, потому что пролеты между стропилами у нас большие. Поэтому вот мы используем именно доску 50 на 100, обычную обрезную. И в яндове мы делаем усиление, потому что яндовы это где обычно скапливается большое количество снега, соответственно большая нагрузка. Поэтому это место мы усиливаем. Прикручиваем обрешетку на конструкционные саморезы через синий уплотнитель, чтобы у нас все было максимально герметично. Натуральная черепица это вещь такая, ну скажем так, при сильных снегопадах в яндове может попадать снег. И, соответственно, снег будет лежать на гидроизоляционной пленке. Поэтому важно, чтобы вот эта гидроизоляция была максимально надежно сделана, максимально герметично, чтобы ничего не попадало. У нас здесь проклеена дельта-мультибанд, здесь у нас уплотнитель, установлен конструкционный саморез, саморезы 5 на 100. Вот доска у нас в яндове 100 на 50, все надежно. И с этой стороны у нас то же самое. Друзья, сегодня второй день моего пребывания на объекте. Видите, я немножко вот так вот приоделся, потому что у нас уже упал снег. Сегодня уже температура минус 2, уже холодновато. Также хочу сегодня провести обзор. Часть работы я вам вчера показал уже. Вот сегодня тоже хочу показать. Сегодня я приехал не один, сегодня приехал наш руководитель технического отдела. И вместе с ним покажем вам некоторые узлы, которые мы будем скоро делать на этой кровле. Друзья, привет! Расскажем немного о нюансах монтажа данного кровельного покрытия. Первый, наверное, такой важный момент, да, у всех возникает вопрос, а чем она крепится? А ведь сама черепица имеет уже технологическое отверстие, которое делается на заводе. Ну и, собственно, все предполагают, что каждую черепицу нужно закрепить на саморез. Это неверно, это миф. Есть инструкция у производителя, где четко прописано, на каком угле наклона нужно закручивать и какую, собственно, черепицу. У нас с вами здесь скат достаточно пологий, уклон небольшой. На данной крыше у нас имеется три уклона по скатам. Это 21, 22 градуса и 25. Собственно, на таких вот уклонах саморезом прикручивается только вся черепица, расположенная по краю. То есть, это зона карниза и, собственно, зона фронтона. У нас на данной кровле имеется одна фронтонная зона, карниз, ну а дальше у нас только вальмы. Какой есть еще нюанс? Когда мы с вами прикручиваем ее, вот этот нижний ряд. Во-первых, используем, понятно, оцинкованные саморезы. Конструкционные саморезы здесь, они абсолютно не нужны. Важный момент. Нельзя перекручивать и в то же время нельзя не докрутить. То есть, контролируем таким образом, чтобы у нас шляпка самореза слишком сильно не торчала. И в то же время у нас сама черепица, она не должна быть пережата. Вот это вот очень важный момент. То есть, надо поймать золотую середину, чтобы не торчала и в то же время не была она пережата. Не торчала для чего? Для того, чтобы, когда у нас ляжет следующий ряд черепицы, у нас, соответственно, эта шляпка от самореза, ее искусственно не поднимала. Саморезы, как я уже сказал, сюда по размерам оптимально использовать 70, толщиной 4,2. Пятерка, она просто-напросто не зайдет вот это вот технологическое отверстие. Применять какие-то конструкционные, ну, здесь... Смысла нет особо. Да смысла нет. Деньги заказчика нужно тоже использовать рационально. Ну, никогда не использовать рационально, да, ну, нет в этом абсолютно никакого смысла. Расскажи про реснички. Реснички, да, очень в простонародье, вот все, и многие кровищики, и знакомые всегда говорят реснички, да. Такой вот есть сленг. На самом деле, правильно называется, аэроэлемент карнизный, карнизного свеса. Что он из себя представляет? Когда у нас черепица на него находит, видим, что у нас здесь получается дополнительный продух, через который будет заходить воздух через карнизную зону. Естественно, в зимний период, когда ляжет снег, он может быть перекрыт, но на этот случай у нас есть второй продух с помощью второго капельника. Вот этот вот узел, на мой взгляд, это самый оптимальный узел для России, именно для снежных регионов. Здесь ляжет снег, может быть перекрыт. На этот случай у нас есть второй продух, второй винзазор, да. Несмотря на то, что это у нас холодные крыши, холодный чердак должен иметь тоже вентиляцию в любое время года. Будь то лето, будь то, соответственно, зима. Дабы избежать каких-либо влажных процессов внутри чердачного помещения. Еще для чего он нужен? Еще у него есть очень такая интересная функция. Вот здесь у нас как раз яндовная зона. Обратите внимание, скаты-то у нас разные. Углы разные, да? Углы разные, соответственно, посмотрите. Здесь установлен на одном расстоянии, здесь расстояние больше. От чего это зависит? Какой-либо таблице или рекомендации, насколько его поставить, нет. Правило следующее. Укладываем сразу три черепишки, ставим правило. И поднимаем или при необходимости опускаем. Мы ей регулируем нижнюю черепицу, чтобы она у нас стояла в один уровень. На одной высоте. На одной высоте с другими последующими. Коски совпало. Совершенно верно. Вот таким вот полезным, на мой взгляд, аэроэлементом мы убиваем с вами двух зайцев. Можно, конечно, подкладывать какую-то доску, но тогда мы лишимся дополнительного продуха. Ну, для чего это делать? Ну, соответственно, образует продух, да. И здесь уже предусмотрена защита от птиц, от листвы, от какого-то постороннего мусора, чтобы оно у нас не попадало в подкроемое пространство. Расскажи про Яндову. Так, что у нас интересного по Яндове? Как вообще вот формируется Яндова, как она правильно технологически укладывается? Мы с вами должны соблюдать следующее основное правило. Это сток воды. Соответственно, Яндова, вот эта вот, должна свешиваться от карнизной планки. Для того, чтобы у нас вода вот здесь в угол не текла. Ну, все надо немножко выступ, да, сделать? Делать выступ, да. И выступ делается примерно по уровню, по краю черепицы. Ну, и, соответственно, саму черепицу, когда мы формируем обрешетку, мы должны ее свесить. У некоторых возникает вопрос, насколько мы ее должны свесить, чтобы она у нас попадала в водосточный желоб на одну треть. Ну, здесь вот, на мой взгляд, все идеально. Есть и дополнительный продух. И посмотрите, какая у нас здесь применена широкая карнизная планка. 10 сантиметров вниз. Никакого перелива здесь не будет. Она будет заходить четко в желоб. То есть вот такая система, она прям наиболее оптимальна. Ну, еще по индове вырез делается вот таким вот образом. Вот здесь вот делается небольшой радиус для того, чтобы у нас сток воды был направлен непосредственно в желоб. Но большой радиус здесь сделать тоже не нужно, дабы избежать перелива, чтобы у нас не было перелива в угловом элементе желоба. Как мы ее крепим тоже? Что касается крепления самой Яндовой, какие-либо вот здесь вот открытые места крепления у нас отсутствуют. У нас есть вот такой вот бортик, который также предохраняет от попадания воды. Если водичка у нас будет подниматься на высокий уровень, она будет вот в эту отбортовку у нас упираться и не будет попадать в подкроеное пространство. Соответственно, никаких саморезов, гвоздей здесь быть не должно. Крепим с помощью вот таких вот кляймеров. С каким шагом? Шаг минимум 40 сантиметров. Сама Яндова здесь что сделала? Сама Яндова изготовлена из алюминия. Она достаточно эластичная, хорошо поддается гибке. Ее очень удобно и просто укладываю. Здесь, скажем, производителю спасибо он этот узел действительно продумал. Также, поскольку мы возле Яндовы, сейчас у нас погодные условия. Опять же, мы видим зима, наступило снег. Небольшой легкий такой, я бы сказал, морозец. Как хранить вот такой вот правильный уплотнитель? Не нужно его хранить на холоде. Лучше хранить его в теплом месте, в бытовочке. Или, как минимум, перед производством работ, занести его заранее, чтобы он у нас согрелся. Основа у него идет, это акриловый клей. Его можно клеить только пока он будет теплым. То есть, собрались клеить Яндову быстренько, все обеспилили, обдули от снега, если мы в зимний период. От влаги, да? От влаги, соответственно, чтобы ее не было. И вынесли, пока она у нас теплая, она будет хорошо клеиться. Ну, соответственно, если она у нас будет храниться на улице, приклеить ее невозможно будет. Друзья, хочу еще вам показать вот такие вот интересные элементы, доборные, которые у нас идут непосредственно для монтажа черепицы. Например, в Яндову, да, куда его можно использовать. Как я уже вам сказал, сейчас возьму черепицу подготовленную. Вот здесь пойдет у нас следующий ряд. Следующий ряд мы начнем уже подрезать. Вот здесь вот у нас заводское место, оно останется. И мы сможем спокойно закрепить, собственно, черепицу. Но, поверьте, где-то выше, ближе к коньку, у нас обязательно образуются места, где срез, вот это отверстие заводское, за счет среза мы его, скорее всего, обрежем. Если вдруг у нас такое место попадется, собственно, когда вот это вот отверстие у нас будет отрезано, мы берем вот такую замечательную вещь. Вот эту вот часть, замок, ее можно будет отбить. Она будет нам не нужна. Тем более она будет упираться в Яндову, она будет нам мешать. Она не будет лежать у нас на обрешетке. Мы берем, вставляем. И таким вот образом у нас черепица будет зафиксирована с помощью вот такого вот элемента. Ну, что мы должны сделать дальше? Уже зафиксированную черепицу мы подвешиваем за этот элемент сверху, где у нас есть возможность ее зафиксировать. Прикручиваем саморез и обматываем вокруг самореза и потом еще дополнительно затягиваем саморез, чтобы у нас была надежная фиксация. Так, а вот этот элемент мы уже будем использовать непосредственно на хребтах. И вот такие вот элементы позволяют нам уже зафиксировать черепицу, которая у нас ложится на хребет. То есть мы на нее монтируем брусок? Брусок, да. И на нее уже, соответственно, у нас есть возможность уложить коньковый элемент и зафиксировать его с помощью самореза. Используется она и на коньке, и на хребте. Друзья, ну вот такой вот небольшой видеоролик получился. Рассказали вам про нюансы монтажа цеменопесчаной черепицы. Показали наш объект, сделали небольшой обзор. Эту кровлю называется монтажная черепица. Кто-то ее называет натуральной черепицей еще, ну в частности я. Еще ее называют минеральной черепицей. И самый главный совет, то, что мне хочется сказать в конце ролика, это то, что, видите, я стою в перчатках, а наш руководитель технического отдела без перчаток. Все как и должно быть. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok